Постамент пустой, здесь больше никого нет. Фигуру слона, который стоял здесь без малого почти семь десятков лет, теперь можно увидеть только на архивных фотографиях и видеозаписях. А появился он в далеком 53-м, когда Рязань начали активно благоустраивать. Типичные для того времени образцы как раз такого благоустройства. Призваны были прежде всего, скажем так, сделать территорию более уютной, более какой-то милой, приятной для прогулок. И слоник был элементом фонтана. Фонтанов на тот момент в Рязани было много. Конкретно этот слоник украшал детский сад. Потом здание закрылось, перестал работать и фонтан, а фигура стала никому не нужна. Я все-таки считаю, что такие скульптуры, понятно, что они недолговечны, они требуют постоянной заботы. Это все-таки не бронза. Но такие скульптуры должны сохраняться как элемент истории в том числе. После закрытия детского сада слон выполнял скорее декоративную функцию. Вроде бы никакого функционала не нес, а глаз радовался. Его часто перекрашивали. Слон был желтым, зеленым, синим, фиолетовым и, наконец, вернул себе былой белый цвет. Два года назад хобот в фигуре повредили вандалы, но фигура осталась. Поэтому местные и возмутились, когда слон внезапно пропал. Слушайте, мне нужно старый, так как было. Конечно, нужно. Во-первых, она давно стоит и привлекает. Красиво было. Конечно, нужно. Нет, слон не нужен. Ну почему не нужен-то? Зачем он? Ну почему? Дети-то будут приходить. Маленькие. Все, они возле него, знаешь, как крутилисты. Это наша память, это наша история. Она необходима. Потому что я здесь жила до 65-го года. Вот. И это всегда было. А сейчас, ну как, не знаю, попок голый. Некрасиво. Фигура пропадала дважды. Год назад ее забирали на реставрацию. Слома с хоботом вернули на постамент. Теперь он пропал вновь. Говорят, навсегда. Об этом люди много писали и мне в социальных сетях. Эта тема привлекла внимание наших СМИ. Были даже коллективные обращения с просьбой вернуть символичные такие скульптуры. Раз это действительно волнует людей, необходимо оперативно отреагировать, отремонтировать. А если надо, сделать новые формы. Посоветовавшись, конечно, с жителями установить эти скульптуры на прежние места. Из слов губернатора становится понятно, что возвращение приятных глазу скульптур зависит от рязанцев. Захотим ли мы увидеть привычные фигуры и, может, работающие фонтаны? Или стоит ждать чего-то нового? Сейчас чаша фонтана поросла травой. Последний раз вода здесь была страшно подумать 65 лет назад. Он проработал всего три года с 1953 по 1956. Но, кто знает, может, после реставрации фонтан вновь заработает и вода появится здесь вновь. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город. Телекомпания. Город.